Здравствуйте! В эфире телеканала Десна ТВ Новости. В студии работает Алина Сазонтова. Главная тема сегодня – концерт, посвященный Дню космонавтики. Это те, кто на протяжении некоторого времени упорно сдавал нормы ГТО и добился своих значимых, больших результатов. Комфортная городская среда – как преображается город смоленских атомщиков. Отключился Минстрой в этой программе. Именно поэтому мы с вами в этом году голосуем на платформе «Идеал». Награждение участников конкурса детского рисунка «Мир космоса». Мы по праву гордимся, что именно наша Земля, Юрий Алексеевич Гаганин, стал первым человеком в космосе. День космонавтики в киноконцертном зале Центра культуры и молодежной политики прошел праздничный концерт «60 лет первому полету человека в космос», где приветствовали десногорских школьников. Спортсмены на протяжении учебного года сдавали нормы на знаки ГТО. И в этот праздничный день состоялось награждение знаками, которое провел заместитель главы муниципального образования по социальным вопросам Александр Новиков. Сегодня еще одна почетная миссия – наградить тех, кто сделал первый шаг. Может быть, не в космонавтику, но для преодоления трудностей. И это те, кто на протяжении некоторого времени упорно сдавал нормы ГТО и добился своих значимых, больших результатов. Прекрасное настроение и яркие эмоции подарили зрителям выступления художественных коллективов Центра культуры и молодежной политики, народный коллектив студии эстрадной песни «Ренессанс», образцовый эстрадный вокальный коллектив «Калибри», образцовый хореографический коллектив «Каприз», образцовый хореографический коллектив «Данс Куб Модерн», образцовый хореографический коллектив «Хип-хоп-студия Форсаж» и народный коллектив «Ансамбль русской песни «Сударушки». На протяжении киноконцертной программы зрители могли наблюдать, как на звездном небе зажигаются яркие звезды, люди, которые оставили огромный след в истории космонавтики – Герман Титов, Алексей Леонов, Светлана Савицкая и, конечно, особая гордость всех смолян Юрий Гагарин. А как молодежь Десногорска отметила День космонавтики 20 лет назад, смотрите в новом выпуске нашей программы «Эфир из прошлого» сразу после новостей. 8 апреля в Центральной библиотеке города состоялась встреча пресс-секретаря администрации Екатерины Хасько с членами волонтерского штаба. Речь шла о проектах, выставленных на общероссийское голосование по благоустройству территории. В рамках федерального проекта «Комфортная городская среда» в 2021 году. Голосование пройдет на платформе «Диалог», дизайн проектов от нашего города 2, территория набережной между Атомпарком и городским пляжем и набережная возле Тропы здоровья. Волонтеры обсуждали виды проектов, этапы их реализации. Отключился Минстрой в этой программе. Именно поэтому мы с вами в этом году голосуем на платформе «Диалог». Затем перешли к способам голосования. В городе уже идет размещение листовок и рекламных плакатов, информирующих о проектах благоустройства. На оборотной стороне листовки имеется полная инструкция и QR-код для перехода на платформу. В городе будут расположены четыре волонтерских пункта для разъяснения жителям максимальной информации как по проектам, так и по способам голосования. На единой платформе за госсреду, вот здесь авторизируется, потом с помощью волонтеров. Далее здесь еще подразумевается, что человек сам может навести просто свой телефон, если у него есть сканер QR-кодов, и он попадает по QR-коду сразу на площадку голосования. В 2018 году Десногорск впервые стал участником федерального проекта «Комфортная городская среда». На настоящее время благоустройство территорий проведено во многих дворах города. Также в рамках этой программы в 2019 году был обновлен городской пляж. Опыт участия Десногорска в приоритетной программе, комплексный подход к благоустройству территорий, заинтересованность населения и властей в преображении города стали предпосылками для эффективной реализации мероприятий национального проекта. В 2021 году в 4-м микрорайоне будет тоже у нас благоустройство. Видите, то есть у нас еще идет берег, где тоже данная программа будет действовать. С 26 апреля по 30 мая 2021 года будет проходить общероссийское голосование по выбору дизайн-проектов благоустройства территории Десногорска в формате онлайн. С использованием общероссийской платформы по формированию комфортной городской среды за.городсреда.ру, разработанный Минстроем России и автономной некоммерческой организацией «Диалог». От мнения горожан будет зависеть выбор проекта для дальнейшей реализации. Ваш голос важен для нас. Сделаем город комфортнее вместе. День космонавтики 12 апреля – особенное событие для всей страны. Таким оно стало в том числе и для юных художников. Десногорский историко-краевический музей дал им возможность проявить свой авторский талант в конкурсе рисунков «Мир космоса». В течение двух недель юные художники присылали свои работы. В итоге организаторам поступило более 90 рисунков на тему космоса и его героев. Одним из таких – это стал Юрий Алексеевич Гагаря. Это первый человек, который полетел в открытый космос. И вот этот городской конкурс был посвящен как раз-таки 60-летию полета, первого человека полета в космос. Мы по праву гордимся, что именно наш земля Юрий Алексеевич Гагарин стал первым человеком в космосе. Работы были оценены авторитетным жюри в составе представителей Десногорской детской художественной школы. Их вердикт стал известен 12 апреля в выставочном зале музея. Победители конкурса были награждены дипломами, а также специальным подарком – оригинальным космическим лакомством. Победителям будет вручаться вот такое космическое питание. Подбирали специально для вас, чтобы это было вкусный питательный джем. Благодарственными письмами были отмечены также и заслуги педагогов и воспитателей. Под их кураторством шла подготовка начинающих художников. В конце выпуска о погоде. 16 апреля в Десногорске пасмурно, дождь. Днем плюс 11, ночью плюс 8. На сегодня выпуск завершен. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова